Привет всем! Короче, если сейчас я начну снимать видео, не знаю, когда сниму, это просто спонтанное видео, видите, я даже на пороге стою, потому что только что зашла, ездила в русский магазин, покупала продукты, и пока ехала в автобусе, думаю, всё, сейчас зайду, возьму камеру и точно сниму для вас видео. Всё, кошки уже распечатывают продукты. Моня смотрит, что я купила. Я вам мясо купила, да, тортик, вот вам сгущёнка. Пойдёмте смотреть, что купили, да? Тоня, а ты что, втупляешь сидишь? У нас не ночь, у нас просто закрыты все окна, потому что на улице жарень просто невозможна, плюс 30. Я сейчас ехала на двух автобусах. Один автобус был с кондиционером, короче, мне повезло, а на втором автобусе я чуть не сдохла, пока ехала. Это ужасно жарко было. Всё, пойдёмте распечатывать продукты, рассказывать новости. Пока быстро покажу, что купила. Я сделала в русский магазин, надо было мне туда съездить. Вот, в тот район купила укроп, сгущёнку, потому что кофе пьём с молоком, а молоко что-то не хотела стащить. Тяжело так. Торт «Медовик». Очень вкусный, настоящий «Медовик». И, кстати, торты здесь, или торты, как правильно, всегда забываю. Продаются все замороженные. И вот он в морозильник, или сжал в морозильной камере твёрдый. Сейчас он растает и будет как свеженький. Селёдка вот такая с укропом. Миша заказал сегодня селёдку под шубой. Он, кстати, сейчас на работе придёт, сделаем. А это у нас, видите, мы уже так как пожилые люди. У нас здесь набор таблеток всяких разных. Витамины, таблетки, кошачьи вот всякие таблетки. Это Мишина снотворная. Да? Или нет? По-моему, это да. Потому что Миша, когда с ночной смены приходит, он не может спать. Принимает такие таблетки, чтобы поспать, выспаться. Это мои витамины для суставов. Но я их почти не пью. Миша заказал. Ну, кстати, прикольная вещь. Вот на заметку сфотографируйте. Скриншот сделайте. Классный. Вообще, когда периодически колени, что там, когда после 30 у всех болят, пропьёшь так месяца, прям сильно легче становится. Ну, вообще, ничего не болит. Ой, грязно. Вот, дальше. Распечатываем. Такая острая лапша. Миша её раньше очень любил, но в последнее время не покупает, потому что от неё живот болит. Это очень острая лапша. Сырная. Вот эта вот сырная вкусная. Она более-менее приятная. Как бы вот этот сыр смягчает вкус остроты. Но я всё равно купила. Нет-нет, да в охотку съест потом. Здесь свинина. Сейчас посмотрю. Чек оторвался. Не знаю, сколько килограммов. Ну, наверное, два с половиной. А здесь у нас шашлык. Купила. У нас есть вертикальная шашлычница. Сделаю сегодня или завтра. Смешу, покушаем. Две свеклы на селёдку под шубой. Майонез. Такой. И такой. Морковка. И... Сыр косичка. Всё. Ну, вот. Такой, как бы, небольшой набор продуктов. И отдала я за это 70... Ну, может, два, может, пять евро. Ну, 70 чем-то евро, короче. И пока здесь стою, покажу. Мы сделали небольшой такой ремонт на кухне. Мы наклеили плитку. Только это не совсем плитка. Я потом покажу, что это такое. В Китае мы заказали вот такую самоклеящуюся плёнку. Под цвет нашей кухни за 54 евро. По-моему, она стоила недорого. Пришла, наверное, за две недели. И мы за полчаса вместе с Мишей её поклеили. Получилось очень даже симпатично. Ну, всё. Такая красота получилась. А вам слабо поменять плитку на кухне за полчаса за 50 евро? Дёшево, сердито. И, вот, не знаю, камера передает, нет. На самом деле, очень красиво. Выглядит как настоящее. Вот если не сказать, сказать, что мы плитку переклеили. Реально выглядит как настоящее. Она такая. Материал, он мыться будет тоже хорошо. Вот тут немножко шпальт получился. Потому что здесь приподнято было маленечко. Но Миша потом силиконом запрет. Аккуратненько. И всё. Тарам-пам-пам. Мусор валяется. Это кошки с улицы приносят. Траву жрут всякую. И мы ещё обновили балкончик наш. Отразу говорю, извините за беспорядок. Тут где-то что-то. Я не готовилась снимать сегодня. И ещё сегодня только утро субботы. Так что ещё не убиралась. В общем, во-первых, я ещё давно посадила цветы. Ещё до отпуска. Но я их не семенами высадила, а купила уже такие готовые саженцы. Они уже были с цветами. Но так как у нас очень солнечная сторона, здесь солнце всегда. Вот сейчас оно только после 12-ти. Сейчас где-то... Да, сейчас, наверное, час уже. Да, после 12-ти оно уходит туда наверх. А утром тут просто безжалостное солнце. И цветы здесь очень плохо растут. Видите, всё подосыхало. Вот эти вот ещё более-менее держатся. Вот это тоже уже помирает. Кошачья травка. Видите, мы натянули сетку для кошек. Специальная кошачья сетка. Ну, мы натянули. Миша натянул. Вот он сделал такие стойки. Это всё вот как бы комплектом шло. Стойки отдельно. Комплект и сетка отдельно. И прям сетка это специально для кошек. Там даже на коробке была фотография кошки. И теперь у нас кошки тусят на балконе всё время, да? Вот здесь всё закреплено. То есть сюда вот никак не пролезут. Здесь мы... Вот это вот была вот сюда завёрнута. И они могли вот в эту дырку вылезти. Ну, всё сейчас, короче, надёжно. И купили мебель на балкон. Думали, тут будем сидеть, завтракать, ужинать. Да нифига. Не сидим мы. Так, может пару раз сидели. Ну, мебель есть. Так, вышел иногда. С кисками потусил. А это Моника. Которой очень жарко. Очень. Моня, иди попылесось. Смотри, как грязно. Это вкусняшки кошачьи. Я им всё время вот сюда насыпаю. Не где у них тарелки стоят, а вот сюда. Ну, как эти сухие вкусняшки кошачьи. Вот они. Сидят, а там по полу растаскивают. Иди. Иди убирайся, маме лень. Мама ещё должна в другой магазин сейчас сходить. А я ещё должна сейчас сходить в другой магазин, чтобы сдать все вот эти бутылки, которые у нас накопились за 4, наверное, уже недели. Газировки всякие, соки. Вот Миша, кстати, очень любит банановый сок. А я почему-то вообще не понимаю, как его можно пить. Он очень сладкий. И совсем не наталяет жажду. Вот Миша вообще его. Только банановый сок пьёт и колу. А ещё вот банки, железки всякие. Тоже надо сейчас сходить на мусорку выкинуть. Смотрите, какая я сегодня летняя девочка. И сейчас пойду с такой тележкой. Вот. Вот. С такой... Тележкой. Раньше казалось так стрёмно. А сейчас понимаю, что ну все немцы сдают бутылки. И ничего такого тут нет. И мы сдаём. Вот так. Сейчас потащусь в тележку. Но обычно, конечно, все на машинах Своё добро привозят. Но мы пока так. Это кошачья игрушка. Вот я его включу. Пока меня нет. Развлекайтесь. Вот такой лазер. Вот он так светит в хаотичном порядке. Дальше, ближе туда. Аж прям далеко. Вот я вот так в ванну открываю, дверь. Сейчас это они пока не разыгрались. Сейчас начнут ковры собирать. А то они ещё готовятся только к старту. Надо свет выключить, чтобы поярче было. Ой. Всё. А я пойду в магазин. Вот. Началось. А, смотрите, кстати, Миша ключницу купил. Такой осьминог. Прикольный, да? Ключики. Всё. Пришла я с магазина. И, кстати, встретила знакомых. Они тоже с тележкой. Все с тележками ходят. От молодых до старых. Всё подряд. Удобно, когда машина, конечно, есть. Ну, даже те, кто с машины, они всегда, естественно, машину завозят. Ой, заводят и едут по магазинам куда-то далеко. Если в соседний магазин сходить, удобнее ближайшую тележечку взять на тележечке. Сейчас быстро покажу, что купила. Радлер. Это такой прикольный напиток. Ну, типа, это пивной, наверное, напиток. Я даже не знаю. С натуральным соком лимона. Он слабоалкогольный. Тут где-то 2,5 градуса. Ну, и в жару прикольно. Ты, типа, не опьянел и пиво попил. И зока попил. Короче, хорошая вещь очень. Клубнику. Правда, сезон-то клубничный уже как бы отошёл. Не знаю, сладкая нет. Вот одна, кстати, бутылка не сдалась. Почему-то проблема с этими бутылками. Они всегда считывают штрих-код именно с этими банановыми. Вот одна не сдалась. Варёные яйца. Сразу уже купила на салатик под шубой. Картофана. И заменитель колы. Потому что колы не было. Ну, вот эта, кстати, тоже вкусная газировка. Она дешевле колы в 2 раза. Вкусно всё. Пакет уже на выброс грязный. А тележку в кладовку. Ну, я немного хотела вам рассказать о новостях. Их немного. Ну, они немножко есть. Во-первых, Миша сдал теорию на вождение. Кошка. Кошка едет на жопе. Ты чё? Перестань. Ещё раз. Миша сдал теорию на вождение. Всё отлично. И сейчас ждёт практику. Которая должна уже была начаться недели две назад. Но так как сейчас лето. Время отпусков. И, видать, пропадавателей нет. Ему никак не звонят. Хотя он уже давно всё оплатил. В общем, ждёт. Надеюсь, машина у нас появится хотя бы в октябре-ноябре. Потому что, ну, тяжеловато, конечно, без машины. Особенно Мише тяжело. Ни на работу нормально не съездить. Ни на рыбалку, тем более. Вот. Проблематично. Вторая новость. Мы едем опять в отпуск. Прекрати. В сентябре у нас есть две недели отпуска. Мы думали, может быть, куда-то спонтанно поедем. Ну, уже как в отпуск будет. Решим куда-то поедем по Германии покататься. Так как машина сильно откладывается. И посмотрели, если даже куда-то на поезде ехать и отель снимать. Это вообще не дешевле получается, чем съездить ещё раз на море. И мы поедем, конечно, решили не куда-то в экзотическое совсем место ехать. Решили съездить в Италию. Всё-таки это поближе Германии. Климат там поприятнее и много немцев. Там мы поедем в Бибионе. Это один из самых туристических немецких городов. И говорят там итальянский язык сложнее услышать, чем немецкий. Так что съездим, посмотрим. Взяли отель. В отеле у нас будет только завтра. Будем кушать пиццу и спагетти итальянские. Вторая новость. Третья новость. Я вам о ней не расскажу. Потому что у нас есть кое-какие планы. Они грандиозные. Мы их уже начали делать неделю-две назад. Посмотрим, что из этого получится. И на следующей неделе вроде как должно решиться. И я вам тогда расскажу. Получилось, не получилось. Не то, что хочу сглазить, не сглазить. Не верю в эту чепуху. Но просто не хочу вам о планах рассказать. А потом сказать, о, ничего не получилось. В общем, как все будет, так и расскажу. Следующее видео сниму, расскажу. И покажу даже вот. Но в остальном новостей особо нет. Все то же самое. Работа та же. Кошки те же, мы те же. Ничего особо не поменялось. Ну все, пожалуй, все новости. Все, это уже следующий день, воскресенье. Вот хотела показать шашлычницу. Я ее купила в русском магазине в том. Вот. У Миши был день рождения. Ну еще в марте. И нужно было срочно купить шашлычницу. У гостей позвали. Поэтому я туда пришла. И вот единственный выбор был 80 евро. И мы ее включили тогда еще в марте перед гостями. И она тут же поломалась. Смотрите, просто какая-то лютая китайчуха. Хотя мне ее так нахваливали. Ну я уже не стала ее возвращать. Миша уже у нас электрик. Он ее разобрал, что там подкрутил. Она еще поработала. Раза два пожарила и снова сломалась. И сейчас она в сломанном виде. Сейчас я ее включу. Вот эти должны все штучки. Они должны периодически крутиться самостоятельно. Но они крутятся через одну. То есть там три крутятся, две не крутятся. И приходится вот так вот следить сейчас. И подкручивать. Вот я уже в розеточку включила. А это, кстати, Миша столик сделал на балконе. На таких кронштейнах. Удобно очень. Коптит здесь свою рыбу. Ну все, включаем. А, кстати, лайфхак. Вот тут, видите, внизу морковка. Это чтоб мясо не скатывалось. Вот. И, кстати, сюда ушло ровно полтора килограмма. Не больше, не меньше. Я, правда, сильно плотно их сделала. Можно было их немножко разрядить. Но один фиг они скатятся вниз. Поэтому уже все мясо пожарю. Все, включаем. Все. Будем следить. И шашлычок нас где-то через минут сорок пожарится. А это Миша свои катушки тут намывал, начищал. Пойдет, наверное, через два или три дня рыбачить опять. Это мне цветочек на работе еще дарили. Еще давно. Такой маленький, знаете, одноразовый. Которые цветут. Ну их обычно выбрасывают. Они малюсенькие-малюсенькие. Типа комплименты. А я его оставила. Он мне так разросся. Один раз даже зацвел. Хотя, говорят, они больше не цветут. А, вот видите. Вон там. Цветочек прилипший один. Высох уже. Ну, короче, вот растет. А Моника помирает от жары. Очень душно. Ну, хотя сегодня не так жарко, как вчера. Но все равно в такой шубке, скажи, плоховато мне. И дивану поваляется. Там кафель холодный. Вон уже поджариваются. Прошло минут 15, наверное. Но уже корочка на некоторых появляется. Вроде все крутятся. Хотя, в последний раз, когда жарила, не крутились. Может быть, это еще от распределения веса зависит. Крутятся они лет. А здесь у нас Антонина Михайловна. Да. Вот так вот им здорово сейчас делалось на балконе. Вот тут они в дырочку смотрят. А тут еще вечером у нас же лес рядом. И перебегают всякие ежики, суслики. Кто там еще? Ну, короче, всякая живность. Зайцы даже бегают. Представляете? Вот здесь недавно... Нет-нет, в центре там чуть-чуть подальше. Заяц просто так по дороге бежал вечером. Да, скажи, интересно. Нам тут жить очень интересно. Ну, иди в корзиночку. Ай да. Садись. Кушай травку свою. Это я заборчик поставила, чтобы они не лазили. А то они вот так прям по цветам шуруют. Все этот цветок вздыхает у меня. В общем, буду иметь в виду, что вот эти стойкие цветочки, вот эти, они хотя не всегда красивые, когда цветут, они прям некрасивые. А потом вот новые распускаются красиво. А бархатцы тоже что-то так полудохлые. Еще сверху у меня питунья. Ну, тоже, видите. А я не достаю. Очень низко. Высоко для меня. То есть и стул приходится таскать, чтобы их ободрать. Ну, короче, из меня садовод такой себе. Оно, кстати, о чем и говорила, какое здесь беспощадное солнце. У меня орхидея постояла на балконе. Ну, где-то пару дней. И смотрите, листик, видите, полностью сгорел. Прям насквозь прожгу его солнце. Вот. А так живучая, хоть и такая не сильно. Она у меня здоровая, но уже года три, наверное. Привет! Да тетя Мишина дарила еще нам, приезжала в Швайнфорд, когда в общежитии жили. Все, шашлычки поджарились. Я уж попробовала. Очень вкуснецкие. Правда, я ступила. Я вчера не купила ни лаваш, ни овощей. Вообще, не знаю, купила шашлыки, но не купила, с чем их есть. Один кетчуп есть. И шашлычница под конец начала говнить. Опять они перестали крутиться. Но я ходила, их руками крутила. Вот это, видите, жир стек. Вот с них. Миша сказал, на работе потом какую-то деталь сделает. Видите, из-за того, что она не крутилась, подгорели некоторые. Сделает какую-то деталь, разберет и там все поменяет. Будет вечно служить, как он сказал. А так она пожарила все, наверное, раза три-четыре и сдохла. Все, шашлыки. Миша собирается на работу. Попросил снять на него обзор. Вот у него тут всякие вещи рабочие лежат, которые он аккуратно складывает в кармашки. Ручка, оранжевый маркер. Ручка, зеленый маркер, черный маркер. У него шорты, наверное, весят, ну, грамм четыреста, да, пятьсот. И прям снаряга килограммов пять. Фонарик. Фонарик. Фонарик такой крутой. Всякие чипы от оборудования, да? Ключи пропуска. Ну-ка, не прикрываем, не показываем. Нож. Нож. Зачем тебе нож? Упаковку резать колбасную на деревне. Угу. А это что такое? Это я катушку смазал. Да. Смазка для катушки. Он от собой не берет. А это что такое? А просто отвертка. Рюкзак. Вот, сегодня Миша в ночь, сейчас поедет. Автобус у него уже ближе к девяти. В десять начинается смена и заканчивается в шесть вечера. В шесть утра. Ой, утра, да. Приедет в часов семь. Да, Тоня, мы с девочками одни будем. Окна закроем, двери. Моня тоже бабку провожает. Когда Миша уходит на работу, он такая ласковая становится. Так трется об него, чтобы он не уходил. Ну? Смотрите, это... Ой! Блин, это штукенция. Рогатка, на которую удочка ложится. Вот Миша в последний раз карпа поймал. Четырнадцать килограммов. Вот, фотка. И пока он тянул катушку, ну, леска вот, видите, как... Леска вот эта вот откололась. Срезала просто, как ножом. Пластик, представляете? Тянул. Ну, он четырнадцать килограммов карпа, еще сопротивление, там, сколько это ты тянул? Домог. Любовь. Вот это любовь, Сера, это ненависть. Черная. Пока! Пока-пока. До завтра. Давай, бедненький. Миша. Держись там ночь. Пока. Ну, все. Такое видео домашнее, не сильно содержательное получилось. Но мы отметились. Мы тут, мы никуда не пропали. И, возможно, уже скоро выйдет следующее видео о наших грандиозных планах. Вот. Расскажу вам. Ну, ладно. До свидания. Всем пока. Всем хорошего настроения. И хорошей рабочей недели. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.